Доброе утро! Как меня слышно? Пожалуйста, напишите в чат, что меня слышно, видно. Плюсики. Замечательно. Итак, я рада приветствовать вас на заключительном дне Московского международного салона образования. Мы с вами сегодня будем также полезно проводить время, как, я надеюсь, и все предыдущие дни. Узнаем много нового. Сегодня есть ряд уникальных вебинаров, которые мы не проводили до этого в рамках форума. Спасибо, что присоединились прямо с утра. И мы с вами сегодня будем говорить о том, какой подход к оснащению школы имеет смысл использовать или объединять какие-то практики, которые есть в мире, и что лучшего можно взять. Сегодня будем больше говорить об инфраструктуре школы или как инфраструктура, как окружение, как тот уклад, который в школе есть, влияет на образовательные результаты. Напоминаю, что группа компании Digis является поставщиком интерактивного оборудования. Мы работаем со всеми ведущими брендами мировыми, которые позволяют обеспечивать процесс образовательный максимально удобно и эффективно, необходимыми для учителя технологиями. И когда мы подбираем решения под ту или иную задачу, у нас всегда есть несколько элементов, которые мы держим в фокусе внимания. То есть первый, конечно, это целевая аудитория. Есть школа с уклоном, есть школа с каким-то профилем, есть просто учреждения с традициями, которые тоже хочется соблюдать. Поэтому подбор оборудования – это всегда уникальная история, где для каждого заказчика подбирается то, что необходимо. И после того, как мы собрались и поняли, какая у нас целевая аудитория, подбираются те технологии обучения, которые могут использоваться педагогическим составом. Потому что очень важно, чтобы, поставляя оборудование в школу, у вас была возможность действительно потом это как-то активно использовать. И наш учебный центр продолжает работать с педагогами после этого, готовить программы развития, которые вы можете также сейчас, я вам открою доступ, посмотреть наши ближайшие курсы. Сейчас я открыла доступ к файлу «Разрешить скачивание». Можете посмотреть наши ближайшие программы повышения квалификации, которые полезны проходить, если у вас есть наше оборудование или вы просто хотите развиваться и узнать какие-то новые подходы. Ну, а сегодня, так как мы говорим об инфраструктуре школ, я хотела вам рассказать про мой опыт посещения трех школ в разных странах мира. Я прошу сразу простить, да, это, естественно, субъективный взгляд. Я смотрела на какие-то моменты, понятно, что с точки зрения специфики моей работы, как учителя математики, как учителя, который пропагандирует умеренно используя информационные технологии в том случае, когда они нужны. И вот я не то чтобы много по странам ездила, но довелось, посчастливилось быть в трех школах, в трех разных наших странах. Сейчас мы посмотрим, как там было все организовано и как информационные технологии были в школу внедрены. И когда мы говорим о правильном подходе или о том, как хотелось бы, чтобы было, нужно, чтобы ИКТ в школе – это был все-таки действительно эффективный инструмент работы, да, то есть действительно инструмент. У нас все те же классические, педагогические задачи. Все тот же способ взаимодействия, но ИКТ нам помогает. Да, мы их не используем ради того, чтобы просто внедрить и написать, что у меня урок прошел с поддержкой ИКТ, например. Дальше – это естественный элемент окружения, потому что информационные технологии сейчас охватывают мир, да, захватывают мир. У нас появляется много разных решений, которые хочется использовать, хочется попробовать. Дети к этому привыкают. И если в школе все слишком традиционно, то они находят интерес к своим информационным технологиям, гаджетам где-то на стороне. Ну и последнее – это надежный способ взаимодействия. Все-таки ИКТ, да, информационно-коммуникационные, то есть соукоммуникация, коллаборация, оно заложено в основу этого понятия. Это средство обеспечения взаимодействия, и полезно его в этом контексте тоже использовать. Ну так вот, вернемся. Сейчас небольшой интерактивчик проведем. Я побывала в трех школах. У нас вот такое задание – найдите пару. Школы в Нью-Йорке, школа в Лондоне и школа в городе Шанхай, Китая. Все три школы были образцовыми, да, то есть нас сюда привезли в рамках делегации показать лучший опыт страны, и мы, соответственно, изучали, как там все устроено. И вот в одной из этих школ, пункт А, да, она была оснащена по последнему слову техники. Вот технологии были абсолютно везде. Везде был доступ к Эполовскому облаку. В классе технологии, где девочки готовят над каждым столом камеры, на экранах жидкокристаллических появлялись рецепты, можно было подбирать продукты. Потом в конце, когда приготовив, можно было сфотографировать свое блюдо и отправить родителям. Эти технологии были везде. Следующая школа – это школа с минимумом технологий, где очень плотный график занятий, то есть маленькие перемены, пропадает фронтальная работа, дети фактически не участвуют активно. И третья школа – это школа, где технологии стали неотъемлемой, естественной средой для детей, в которой они развиваются и растут. Пожалуйста, вот напишите, правильно Софья показала пример. 1А, 2Б, какие ваши предположения есть? Вот я вижу полный ответ у Алексея. 1Б, 2С и 3А. Еще версии будут какие-то? 3Б. Минимум технологий в Китае предполагаем. И да, чаще всего действительно мы считаем то, что в Китае… Ну, тут, к сожалению, по одной школе я тоже не возьмусь, потому что действительно в Китае обычно так – минимум технологий и маршруют детей. Поэтому совершенно понятен. Ваш ответ – 2С в Британии, неотъемлемая часть. 2С многие написали, вы абсолютно верно и правильно ответили. Но на самом деле Америка – А, Китай – минимум. Англия – естественная среда, вот Софья пишет. Почти. Но на самом деле Алексей был абсолютно прав. Да, то есть как ни парадоксально, но когда мы приехали в школу Нью-Йорка, эта школа Ставис, я сейчас чуть-чуть расскажу про эту школу, там нас туда привезли в рамках делегации по изучению проблем математического образования, туда попала как аспирант Московского городского педагогического университета, государственного педагогического университета. И там нам показывали, как проходят уроки математики. И что это было? То есть это класс. Я, конечно, обзавидовалась. Ну, класс вытянутый не как у нас туда вдаль, да, а широкие ряды. И получается где-то метров 15-20. Это огромная меловая доска. То есть вот чтобы писать, выводить теоремы, строить графики, проводить примеры – идеальное пространство. Мы посетили 8 уроков никакого интерактива, никаких технологий от слова «совсем». То есть там прекрасные учителя, они очень харизматичные. Они вот ходят как актеры по сцене туда-сюда, но ни одного опроса в зал задан не было. И это было, честно говоря, немножко печально. То есть не в фоне, школа прекрасная. Школа так на всякий случай выпустила 4 нобелевских лауреата. Они проводят занятия, перемены 4 минуты. Мы еле успевали просто перемещаться между аудиториями. Когда мы спросили детей, когда вы обедаете, они сказали, ну, по вторникам, четвергам, у меня есть перерывы на ланч. То есть я ем 2 раза в неделю. Это очень странно. Это было неожиданно. И технологии... Ну, кстати, надо отметить, что в каждом классе стояла интерактивная доска Smart, но она стояла за рядами парта впритык. То есть очевидно, что к ней как интерактивно никто не подходил. Это было очень обидно. Поэтому, да, вы здесь абсолютно правильно отметили, что первая Америка, да, школа минимум технологий, плотное расписание. Очень удивительно я была, да, удивлена. Так что у нас было так. Про открытое облако сказал, что очень много информации. В Китае только свои облака. Но, собственно говоря, про открытое облако я сказала как раз в контексте Китая. Это удивительно. Но, тем не менее, Apple-овский облако и доступ к ним, они были именно в Китае. Вот тоже еще один парадокс. Соответственно, третий, Китай, да, это школа, оснащенная по последнему слову техники. Вот так. Школа удивительная. Это была начальная школа в Шанхай. Нас сюда привезли тоже с делегацией международной. Ну, всех катают. И нас водила директор по этой школе. Мне очень понравилось. Директор Горящий. Вот в каждой аудитории она находила какие-то уникальные вещи. Она просила своих выпускников сделать для нее какой-то продукт, которого нигде не было видно. У них были, например, огромные интерактивные столы для изучения навигации и военной тактики. У них были какие-то что-то вроде интерактивной песочницы. Сложно это описать. На самом деле, ну, только с натянутой тканью, которую можно управлять, чтобы были тактильные, хорошие ощущения. Меня порадовало, потому что я, к сожалению, о Китае знаю именно как раз в контексте того, что их там просто учат зубрить, сидеть тихо и никак не проявлять себя. Там были замечательные дети, которые рассказывали о том, как у них устроена работа в школе, каких результатов они добились. Но все же меня почему-то не покидало немножко ощущение, что в этой школе технологии больше были для галочки, скажем так, чтобы они были. Показалось, что некоторые элементы – это просто элемент престижа, а не столько удобства детей. Хотя какие-то вещи, они… Ну, или для меня это просто было, как говорится, too much, да, отправить родителям фотографию с приготовленного завтрака. А когда это каждый день, наверное, ну, да, обыденно, круто и клево. И что меня там покорила? Входная зона. И как там были устроены экскурсии по школе. Да, то есть можно было посмотреть различные сферы на огромной видеостене, вытянутой вдоль. Можно было посмотреть, то есть она где-то тоже метров 25, но стоящей высотой там серии метр вдоль всего коридора. Можно было перемещать ползуночек, и он тебе показывал разные вехи истории, школы, разные проекты детей и так далее. Но вот где действительно душа отдохнула и порадовалась за то, что все-таки есть надежда на то, что интерактивные технологии или Экотек-технологии могут внедряться как естественный и полезный инструмент. Это британская школа, это образцовая школа Smart. В этом году мы там были, в январе. Я уже не первый раз была, но каждый раз мне перестаю удивляться и каждый раз скрываю для себя что-то новое. Во-первых, просто для понимания, как это все устроено, в этой школе экскурсию для делегации проводили дети. То есть нас встретили, директор школы сказал приветственное слово, он рассказал об истории школы, о том, как у них происходило становление. Кстати, что приятно отметить, всего за пять лет они из школы, у которой был только экран или даже не было экрана, а был проектор, превратились в образцовую школу, где дети Экотек используют постоянно. Это школа для детей от 4 до 11 лет. И вот старшие ребята, они застали еще тот период, когда технологий в школе не было. Когда они проводили экскурсию, они рассказывали, как повлияли технологии на их жизнь, что изменилось в их жизни с использованием этих устройств. Надо сказать то, что понятно, ну, представьте, ведет экскурсию 10-летний ребенок, никто рядом с ним не находится, ходят с ним делегации иностранные, не следят за тем, что они рассказывают или не рассказывают. То есть абсолютная атмосфера доверия, принятия. И вот посмотрите, небольшие фрагменты с класса. То есть вот у нас есть класс, вот это маленькие дети, это 4-5 лет. Они сидят все на полу вместе, выполняют задания на интерактивной доске Smart. И что меня покорило там, что, например, у них какая-то активность происходит, дикий-дикий крик. Вот в нашей школе бы, наверное, выгнали за такой крик. Вот через 3 секунды дети вот порадовались, у них получилось, они нашли пару, и все, они притихли. То есть у них эмоциональные всплески быстро начинаются и быстро проходят. Они очень спокойные. Учителя вместе с ними находятся на одной волне, и это очень здорово. То есть там команда действительно педагогов, в которых директор активно вкладывается, которые проводят курсы повышения квалификации постоянно, помогает им, развивает. У них очень замечательный зауч, по нашим словам, который образцовый педагог Smart. Эти программы, кстати, действуют и в России, вы можете присоединяться. И смотрите, вот у нас маленькие дети сидят на полу, выполняют игровые задания. Дети постарше, это уже 6-7 лет, они работают парами, важными парами со своими устройствами. Мы сейчас вот эту фотографию обсуждаем. За своими устройствами отвечают на вопросы. Вот как вчера, кто был на нашем мастер-классе, посвященном использованию сервиса Smart Learning Suite Online для организации дистанционного обучения, точно так же вот здесь дети работают. А взрослые ребята уже сидят рядами, больше похожи на фронтальную форму работы, но они презентации своих занятий делают не в PowerPoint, а в смарт-ноутбуке, которые позволяют им учиться проводить свои уроки, обучение точно так же интерактивно и весело. То есть они сами составляют тест для своих ребят, они делают задания на закрепление. Мы с вами помним, да, на вчерашнем утреннем эфире, если вы пропустили, можно посмотреть, мы обсуждали вот эту пирамиду методов обучения, какие они результаты дают, и обучение других было самым эффективным методом обучения и усвоения материалов. И вот здесь это действительно уникальный такой опыт. Я сейчас хочу запустить небольшой видеоролик про эту школу. Посмотрим. И дальше переходим к следующему разделу, как инфраструктура влияет. Сначала они обрадовались. Все эти новые и блестящие... Здесь работать у нас были обычные школьные доски и проекторы. Об использовании новых технологий не было и речи. Пользу, конечно, они приносили, но не вдохновляли на новые открытия в мир образования и не вызывали особого желания учиться. Когда техника переставала работать, приходилось тратить много времени на ее переподключение. Поэтому мы решили потратить деньги и время на поиск поставщика информационных технологий. Мы решили, что смарт будет идеальным решением для нашей школы. Когда я в первый раз попробовала смарт, это было так круто. Даже просто то, что можно все трогать руками и писать на ней. С помощью смарт мы лучше учимся. Недавно мы писали контрольную и получили много хороших оценок. Не могу точно сказать, как это связано. Панель, которой можно управлять своими руками, лучше проектора. Мне это очень нравится. Три-четыре года назад мы не знали, как вытащить некоторых детей из раковины, в которую они закрылись. Мы не могли понять причину. Но мы поняли, что с помощью технологий, например, смарт-амп, дети начинают раскрываться. Детей не надо вдохновлять. Они сами одно вдохновение. Они приходят в школу с желанием учиться, желанием жить весело. И наша работа, как учителей, поддерживать это желание. Многие из них понимают и помогают нам. Например, как староста мальчиков. Он обладает уверенным знанием, которое потом перерастет в профессионализм, потому что он понимает, что может помочь другим. Я был одним из тех скромных тихих ребят, которые любят больше молчать, чем говорить. Я считаю, что смарт очень помогает в таких случаях. Можно не указывать свое имя, и тогда не будет видно, кто делает задание, и не нужно стесняться. Что мне нравится в смарт, технологии помогают общаться, при этом не обязательно разговаривать. Смарт дает огромное пространство для свободы и творчества. Можно делать, что хочешь. И если я могу это придумать, значит, я могу это сделать в жизни. Реакция родителей на смарт и программное обеспечение была интересной. Сначала они обрадовались. Все эти новые и блестящие доски, они ходили по школе и восхищались тому, как школа развивается. У нас дети в третьем классе приходят домой, рассказывают что-то родителям, и они не понимают их. Согласитесь, замечательно. Были родители, которые не очень обрадовались, потому что они выступают против того, что должен делать родитель. Будучи отцом, я должен учить своих детей, когда они маленькие, помогать им во всем и просто быть папой. Если дети приходят ко мне с домашним заданием, я помогаю им. Сейчас у нас есть дети в третьих, четвертых, пятых и шестых классах, которые приходят домой и помогают учиться своим родителям. Они говорят, вот это смарт, нужно делать вот так. А вот так это работает. Родители начали менять свое мнение. Они видят пользу от новых технологий и относятся к ним хорошо. Программы, которые они используют, это просто здорово. Моя дочь стала лучше учиться и принимает участие в дискуссиях на предметах, которые раньше казались ей трудными. Я вижу ее прогресс. Мы все очень счастливы. Когда я пришел сюда, показатели школы были довольно средними по стране. Мы улучшили методики обучения, провели образовательные тренинги для всего персонала, включая тренинги по информационным технологиям. Сейчас наши показатели значительно выше средних, начиная от подготовительной группы и заканчивая шестым классом. Технологии очень важны для меня. 30 лет назад не было профессии, которые есть сейчас. Может, в будущем у меня будет профессия, которая не существует сейчас. Поэтому информационные технологии играют огромную роль в моей жизни. Вот такой ролик про школу. На самом деле, девушка, которая сейчас заканчивала как раз этот ролик, она, собственно говоря, и была нашим гидом по школе. И еще у нашей группы был еще один гид, молодой человек, мальчик. Когда мы спросили его, почему тебя выбрали гидом, за какие достижения. Он очень смутился, скромно сказал, ну, я даже не знаю, ну, там, нас спрашивали. Для нас это честь проводить экскурсии для иностранных делегаций, да, потому что хочется посмотреть на людей из других стран. И когда их спросили, вы когда-нибудь видели русских, они все очень живо отреагировали, замотали головами. То есть действительно было такое ощущение, что нас им привезли показывать, а не наоборот. И потом мы дошли до места, где рассказывается про школьный совет. И вот этот мальчик оказался главой школьного совета со стороны мальчиков. Мы такие, ну, да, очень скромный ребенок, действительно, который, ну, то есть они используют это как естественный инструмент, и при этом остаются реально детьми, да, которые анализируют, которые могут что-то создавать. И это очень здорово. Соответственно, мы, говоря о технологиях и о том, что можно использовать в образовании, прежде всего, да, напоминаю, что нам нужно, чтобы это был эффективный инструмент взаимодействия, чтобы он давал пространство для творчества. И у нас, конечно, это интерактивное оборудование, смарт, вместе с программным обеспечением. Про интерактивное оборудование у меня еще будет чуть-чуть более подробно. Про интерактивные панели, чем они так хороши и отличаются от других. Кроме этого, у нас сегодня будет мастер-класс про Vivitec новость, линейку, которая тоже позволяет процесс выстроить и сделать более удобным. И, конечно, это пространство для творчества, то есть поддерживающая технология, которая обеспечивает вам возможность делать проекты, создавать какие-то свои элементы. В частности, вот здесь, да, это различные сувенирные продукции, можно подарки делать в рамках каких-то конкурсов школьных. Или это для проектов дополнительные детали, элементы печатать. Сегодня у нас, посвященные технологиям ИКТ, которые связаны непосредственно с обучением, посвящено четыре мастер-класса. Это экс-система нового от компании Vivitec. Это интерактивные панели смарт для образования, где как раз подробно мы будем рассказывать о том, чем же они хороши. Это лаборатория расширенной реальности Z-Space. И оборудованная для прототипирования MacBlock. То есть вот эти четыре вебинара, они будут посвящены как раз ИКТ в контексте обучения или непосредственно связанных с обучением. Но также, возвращаясь к китайской школе, которая была оснащена по последнему слову техники, не стоит забывать, что инфраструктура в целом школы очень важна, и какими-то информационными табло, какими-то средствами визуализации отображения можно добиться хороших, интересных результатов в обучении. И я предлагаю сейчас передать слово моему коллеге Алексею Амельченко. Так, сейчас я открою презентацию Алексея. И ухожу из эфира, чтобы Алексей мог выйти. Я еще вернусь, не расходитесь, у нас много интересного. Сейчас Алексей. Доброе утро, добрый день. Напишите, пожалуйста, в чате, слышно меня, видно? Так, отлично. Так, всем спасибо. Зовут меня Алексей Амельченко. Я старший менеджер по продукту в группе компании Digis. Занимаюсь всевозможными средствами отображения современными, то есть от ЖК-панелей до светодиодных экранов. Также то, что позволяет на эти средства отображения вывести какое-то изображение. Сегодня у меня такая вот очень спонтанная презентация нового продукта, который мы с нашим партнером довели до ума. Мы надеялись его презентовать на ММСО в оффлайне, но вот получилось, как получилось. Презентуем сейчас вот так вот. По нему мы будем проводить отдельный вебинар, чтобы рассказать, как это все работает поподробнее. А сейчас я вот в буквально коротком таком 10-15-минутном формате расскажу, что у нас есть новенького для информатизации общественных зон. С чего школа начинается? Для школьников, для учителей, для родителей. С вестибюля. Как там сейчас традиционно доносится информация? Да, на входной зоне там чаще всего по-прежнему в основном висят листы ватмана. ЖК-панель какая-то висит еще реже. И, ну, ватманы, естественно, ватманы. Они были там, когда я учился в 90-е. Они висят в школе, куда я свою дочь отвел. Пока они вездесущие. Давайте как-то это немного менять. Потому что на ватмане гораздо сложнее отобразить изменения в расписании. На ватмане гораздо сложнее донести информацию до учащихся, до учителей, до кого бы то ни было. С помощью ЖК-панели вы можете менять расписание хоть два раза в сутки, если вам это необходимо. Вы можете сразу всю школу оповещать. И, что самое важное, ежедневно напоминать о каких-то мероприятиях. Вы можете делать это все. Что самое главное, не прилагая каких-то, как будто ни было, серьезных усилий, делая это все в несколько кликов с помощью компьютерной программы, которую мы вам предоставим. Так, презентация, ага, переключается. Как это все приблизительно выглядит, да, в разных странах, городах. В России у нас тоже есть некоторое количество проектов, скажем так, с предыдущей версией этого продукта, которая позволяет доносить информацию до школьников в простом, понятном виде. Немножко отвлекает их от их собственных гаджетов. Потому что даже при том, что эфирное телевидение школьники сейчас смотрят, ну, прямо скажем, не так много, да, и телевизору в общем и целом сейчас доверие людей снижается. Такие вот информационные экраны, они все еще могут как-то достучаться до сознания того, кто на них смотрит. Люди эти, меняющиеся друг другу картинки, как-то воспринимают как источник информации, и на них так или иначе смотрят. Из чего состоит решение, да, очень просто. ЖК-панель, плеер и контент. По первым двум пунктам все очень просто, да, ЖК-панели на рынке вагон и тележка, плееров, которые могут что-то играть вагон и тележка, тут ничего сложного, ничего нового изобрести уже нельзя. Вся сложность обычно возникает именно с контентом, да. Максимум, что можно сделать с помощью самосборных каких-то решений, это показать картинку, показать логотип школы, еще какие-то простые вещи, да, там, не знаю, вывести расписание, например, в виде таблицы, чтобы оно там днями и ночами показывалось и выжигало матрицу. Контент, который сможет захватить внимание учеников, который сможет их привлечь к этому экрану, да, их внимание к этому экрану, сделать гораздо сложнее. То есть это должно быть красиво, это должно быть информативно, и это должно нести какую-то смысловую нагрузку между развлекательными кусочками. Обо всем об этом мы как раз и позаботились. То есть мы собрали воедино все три элемента, плюс крепление настенное в подарок. Вы нас знаете, скорее всего, как поставщика интерактивных панелей, да, Smart, New Line. У нас много хороших продуктов, которые мы поставляем уже достаточно давно. Также у нас есть большой выбор панелей для так называемого Digital Signs, цифровых вывесок, да, то есть это не интерактивные средства отображения информации, это именно вывески, средства отображения информации. Мы предлагаем с этим продуктом использовать бюджетные модели Philips, которые могут работать не выключаясь 16 часов, 16-18 часов в зависимости от модели. Для школы это вполне достаточно, да, школы мало какие по ночам функционируют, соответственно, этого достаточно, и это больше, чем 4 часа, на которые рассчитан бытовой телевизор. Если вы вешиваете в вестибюль бытовой телевизор, то даже работая по 8-10 часов в сутки, или больше, если его забыли выключить, телевизор, матрицу себе посадят, или подсветку, и появятся либо темные пятна по краям, по центру, либо цвета поползут. Вот вполне возможно, что вы видели на рекламных цифровых вывесках фиолетовый, зеленые пятна, да, это все, ну, не украсит вашу входную группу совершенно. Плеер. У нас тоже есть отличный плеер, этот бренд вам вряд ли о чем-то скажет, да, это бренд Spinetics и контент. Самая вишенка на торте – это контент. Немножко про Spinetics. Здесь вы можете увидеть так вот красиво набросанные заказчики, которые его сейчас используют. Слайд этот прошлогодний, то есть здесь написано 200 образовательных учреждений. На данный момент эта цифра уже практически удвоилась, и там, ну, почти 400 школ в России сейчас показывают цифровой контент для школьников именно с помощью плееров Spinetics. В основном это происходит, конечно, в крупных городах, да, это Москва, Петербург, даже скорее Петербург. Но, скажем так, сейчас это все проникает и гораздо глубже, и в регионы мы уже поставляем, что, в общем-то, не может не радовать. Надеюсь, когда-нибудь ватманы останутся для уроков труда, а то, может быть, и не останутся. Вы же можете дать детям, скажем так, разрабатывать не стенгазету на ватмане, а разработать дизайн для такого контента. Все открыто на HTML5, на JavaScript, дети сами могут рисовать. Старшеклассники, мне кажется, прекрасно с этим справятся, если есть чувство вкуса, какой-то дизайнерская жилка. Дети сами могут это все прекрасно делать. Как это выглядит? Есть несколько блоков готового контента. Я вот сейчас секундочку буду подсматривать. 10 блоков, в которые вы вставляете свой контент. Вот эти блоки, они служат, скажем так, для привлечения внимания и для того, чтобы на экране не висела постоянно одна и та же картинка. Потому что если на экране висит постоянно одна и та же картинка, во-первых, чем она отличается от листа ватмана, а во-вторых, собственно, матрица портится. Что у нас есть? У нас есть блоки. Пишите правильно, там будут выявлены какие-то правила с забавными примерами для запоминания. Есть вот, например, «Сегодня родились» блок, какие-то известные деятели культуры, которые родились в этот день, и какие-то краткие кусочки по тому, чем они знамениты. Есть у нас, например, блок, который позволяет детям узнать какие-то шорткаты в Windows. Их там штук 70 для офисных пакетов есть, для Windows. На самом деле, мне когда показали, я... Ну, что-то я знал из этих шорткатов, да. Не только Ctrl-C, Ctrl-V владею. Но вот тем не менее, да, я когда... Первая у меня работа была, это технический переводчик. Я переводил справку для Microsoft Word, Excel и других офисных продуктов. Большой был проект, год я работал над ним, но тем не менее, я вот всех этих шорткатов не знаю. Фразы на иностранном языке, да. Соответственно, можно настроить. Если школа изучает английский-немецкий, сделаем английский-немецкий. Если школа изучает китайский еще, сделаем китайский. Это все настраивается, это все уже есть в коробке, да. Новости Минобра. Все подтягивается с сайта, все полностью автоматизировано. То есть вам ничего не надо делать, да. Точно так же, как вы не переставляете часы, точно так же, как вы не вбиваете погоду и дату. Точно так же, новости Минобра подтягиваются абсолютно автоматически, ничего делать не надо. Собственно, это и есть основной плюс, да. То есть вы повесили на стену ЖК-панель, прикрепили плеер, подключили питание и подключили интернет. И оно уже работает из коробки. То есть панель у вас никогда не будет пустой, и на ней всегда будет актуальная информация, да. Какой государственный праздник будет в следующие несколько дней? Кто родился? Какое историческое событие произошло? Какие-то новости от МЧС, предупреждения о чрезвычайных ситуациях, советы о поведении в этой чрезвычайной ситуации. Все это автоматически подкачивается из интернета. Если интернета нет, да, он переиспользует свои старые, скажем так, файлы, которые он закачал на себя до этого. То есть панель и в этом случае не выключится, не будет черной. Единственный вариант, что у вас не будет контента, это полное пропадение интернета на срок несколько суток или отключение электропитания. Между этими блоками вы можете вставлять, естественно, свой контент, да, для чего все и затевалось. Расписание, новости школы, какие-то новости, которые руководство там района попросило распространить. Все, что угодно. Вы можете точно так же подключить какие-то соцсети школы, если вы их ведете, в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, все, что угодно, да. Вы можете публиковать либо все подряд, либо в ручном режиме фильтровать, что публиковать, что не публиковать. Если вы это делаете автоматически, подключаете какой-то аккаунт школы в соцсетях, соответственно, у вас появляется чисто ваш информационный блок. Можете выкладывать туда просто папку с фотографиями, например, с какого-то последнего школьного мероприятия, да. Есть готовые виджеты, которые красиво будут делать слайд-шоу, перематываете фотографии с эффектами перехода, ничего настраивать не надо, да. Вы выбираете, как это будет происходить, виджет, закидываете папку с фотографиями, либо в облако, либо локально. Все, готово. Дети очень любят смотреть на себя в телевизоре. Это гарантированно привлечет. Да, вот видеоролики от МЧС, расписание показывает, Валерий. У нас вот этот блок от МЧС, он тоже идет в том же шаблоне, вот таком фиолетовом. Его можно, кстати, поменять, если у вас, например, какие-то есть у школы любимые цвета, все ходят в зеленом, да, можем поменять на зеленый. Это небольшое изменение. Есть и для расписания, да, там красиво показать таблицу, не просто скриншот из Excel, а будет красивая таблица с заголовками, с красивыми шрифтами, аккуратно вписанная, да, пиксель в пиксель в разрешение экрана. Это все тоже можно очень красиво сделать. Вот, собственно, все. Продукт этот доступен буквально с 1 мая. Вы покупаете одну позицию и целиком и полностью закрываете вопрос с информатизацией входной зоны. На все оборудование 3 года гарантии, хотя мы постарались подобрать такое оборудование, которое в гарантийном обслуживании не нуждается. решение полностью автоматизированное, то есть вам не надо даже включать-выключать эти панели с пульта, вы просто задаете расписание, когда у вас они должны включаться, когда должны выключаться. больше вы ничего можете, в принципе, не трогать. Если вы не хотите прямо сейчас что-то новое донести до школьников, оно будет крутиться бесконечно. Включаться, выключаться, включаться, выключаться. Вы смотрите и радуетесь. Вот такой продукт. Называется он у нас сейчас рабочее название «Госэкран», потому что там есть несколько модулей таких, скажем, пропагандистских. Спрашивайте у нас. Звоните, пишите мне, да, если нужна какая-то дополнительная информация, расскажу поподробнее. Ну, спасибо за внимание. Передаю слово Ирине. Так, прекращаю. Спасибо, Алексей. Так, меня, надеюсь, слышно? Я снова вернулась к вам, да? Все хорошо? Отлично. Итак, ну и в заключение у нас осталось немножко времени. Мне хотелось просто рассказать о том, что экономия времени для учителя, она очень актуальная задача, да, и проблема. Поэтому, когда подбирается решение в школу, которые бы встраивались в образовательный процесс, мы не только смотрим на то, чтобы это было эффективно в достижении педагогических результатов, но и в целом улучшало эргономику, да, юзабилити, пользовательский интерфейс для учителя, то есть чтобы всем комфортно и удобно было с этим работать. И сейчас хотела показать вам пару видеороликов про наше решение, про которое мы сегодня будем рассказывать в рамках мастер-классов. Один мастер-класс по смарт. И чем же панели смарт с точки зрения юзабилити, да, отличаются от интерактивных панелей других производителей? Пожалуйста, маленький, совсем короткий видеоролик от бренд-менеджера компании Digis Алексея Зюзина. Привет! Сегодня мы празднуем День юзабилити. И я вам покажу, как удобно учиться в учебном центре Digis. Что у нас есть? У нас есть панель смарт. И что же она умеет? Вы можете писать стилусом, двигать изображение пальцем и стирать ладонью. А еще панель включается, когда я к ней подхожу. И в совершенно любом моменте я могу достать свой мобильный телефон, нажать одну кнопочку, и с моего телефона изображение транслируется на панель. И записывайтесь на наши учебные курсы через сайт digis.ru, ведь ценность наших учебных курсов намного выше, чем... А еще наши панели смарт в самой прочной в мире. Вот очень короткий ролик о том, почему смарт хорош. Да. Забавный специалист. Действительно, мы тоже радуемся каждый раз общению с ним. Что-нибудь интересное вы можете узнать прямо сегодня на мастер-классе по смарт. В конце еще раз будет общий график. Пожалуйста, приходите. Сейчас коллег, еще попрошу, напишите ссылку, пожалуйста, на страничку, где собраны все наши мастер-классы. С сегодняшнего дня удобно можно зарегистрироваться, чтобы не пропустить и все это увидеть. Кроме того, прямо сейчас, после нашего эфира, у нас будет короткий в начале мастер-класс про систему управления NITS, а затем будет более расширенный в три часа про систему управления мультимедиа в школе от нашего специалиста Григория Колькова. Но еще в 10.30 рекомендую посмотреть вебинар «Решение чьих для образования», который направлен на использование креплений, стоя, в том числе моторизованных стоек. Моторизованные стоки – это отдельная тема, очень полезная и интересная. В плане того, что удобно подстраивать подрост ребенка быстро за несколько минут. Я тоже хотела совсем короткий, 30 секунд ролик, показать вам, как с помощью креплений ЧИФ можно упростить жизнь в школе. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так вот легким движением руки ребенка можно быстро менять. под ваш рост положение интерактивной панели. Это действительно простое и очень эффективное решение. И напоследок. Также, когда мы говорим по подготовке инфраструктуры школы, очень важно делать образовательное пространство таким, чтобы оно было трансформируемым, легким, гибким и многофункциональным. То есть желательно, чтобы все помещения в школе, они каким-то образом работали все время. То есть чтобы можно было там собираться для обсуждения работы над проектом, работать в группах и так далее. И, конечно, это должна быть некая безопасная среда. Так вот, как сделать учебный класс гибким, нам поможет в этом решение для проведения подвижных интерактивных игр. И, кстати, говоря о подвижных играх, нельзя не сказать то, что они очень благотворно влияют на в целом активность когнитивную, на то, как работает наш мозг. И чем больше у вас есть взаимодействие группового на уроке, чем больше смен, тем более эффективно становится самообучение. Чтобы эти смены происходили безопасно и интересно для детей, так как у нас сейчас сидячий образ жизни преобладает во всех сферах, и у взрослых, и у наших школьников, мы можем использовать интерактивные решения, в частности, интерактивные кубы iMulern, и есть еще решение для мальчиков школьников, интерактивный пол. Пожалуйста, сегодня в 12 у нас мастер-класс, где вы можете посмотреть эти решения подробно. А далее Баневич его проводит. Но для того, чтобы у вас всегда, повсюду была музыка, есть решение мобильное, специально для школ. В линейке Digis появились не так давно. Все в одном. Прекрасный звук. Кто был на нашей образовательной конференции в феврале для партнеров, наверняка их слышали. И сегодня у нас будет отдельный мастер-класс, посвященный этой теме. Это переменный звук называется мастер-класс. Любых мероприятий в школе и за ее пределами проводить будет наш старший бренд-менеджер по звуку Максима Джигитов. Сейчас у нас есть время для вопросов. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по теме нашего эфира или по тому, как будет проходить день, самое время их задать. Я вижу, что в чате спасибо большое. Продублировали ссылку на наши мастер-классы. Повторюсь, если вы, то есть на сайте ММСО, нельзя, к сожалению, лайкнуть какой-то мастер-класс наперед, вы можете там зарегистрироваться, и вам придет письмо, напоминание о том, что за 15 минут, что можно использовать. Спрашивают, под цифровым лабораторием ничего у вас сегодня будет? Увы, под цифровым лабораторием ничего сегодня будет, но я думаю, что в течение этого дня у нас появится доступ на YouTube-канале к нашему вчерашнему вебинару с экспериментами. Он получился в двух частях, и вы можете посмотреть. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что после майских праздников, то есть 12-го числа, мы все-таки начнем потихоньку возвращаться к нормальной жизни, придем в наш прекрасный, уютный офис, и там будем готовы принимать и работать с ним. Сейчас, да, коллеги, пожалуйста, я не знаю, найду ли я быстро, плейлист наш на YouTube, где все собраны мастер-классы. Сейчас скопировать. Вроде у меня получилось. Вот здесь. Там сейчас не все загружены, мы в процессе. У нас вебинары идут один за одним на стенде и обрабатываются не так быстро, но мы надеемся, что все до майских праздников, все вебинары, всех четырех дней будут выложены. Спасибо большое, что были с нами. Еще раз сводное расписание. Приходите. Учебный центр всегда открыт для вас. Мы проводим дистанционное обучение сейчас, и все наши очные курсы перевели в дистанционный формат. Все так же интерактивно и весело благодаря использованию Smart Learning Suite Online. И, конечно, у нас есть курсы большие по разным направлениям для партнеров. Общий сайт lab.digis.ru. Lab.digis.ru. И здесь вот два разделения. Вебинары для партнеров. Если вы являетесь партнером Digis, если вас интересуют разные направления, например, вы хотите узнать что-то больше про виниловые проигрыватели, все можно здесь найти. Ну и авторские курсы для преподавателей. На следующей неделе у нас стартует курс «Интерактивная мастерская». А с 13 мая курс по коде Рокки, прекрасному роботу от компании MakeBlock, который вы можете использовать в обучении. Все. Спасибо большое за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok